Наш эфир — это «Правила городской жизни», программа, в которой мы говорим о двух основных документах. То есть, на самом деле, конечно, список больше, но два основных документа, которые так или иначе регламентируют, регулируют жизнь в нашем городе. То есть, это «Правила благоустройства территории Абакана» и «Правила землепользования и застройки». Светлана Владимировна Крылова, главный архитектор Абакана, наш основной спикер, эксперт по этим вопросам, потому что, так или иначе, Светлана Владимировна принимала участие в их создании. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Добрый вечер всем. Ну, собственно говоря, чего предлагаю сегодня начать. То есть, сегодня, 20 декабря, состоялась сессия, в последнем уходящем году, сессия Совета депутатов города Абакана, горсовета, бюджетная сессия. Главной темой — это был бюджет, но говорить мы будем сегодня не столько о бюджете, сколько о двух вопросах в этой повестке, которые докладчик как раз высохнул на дневной буре. То есть, это как раз такой пример проиллюстрировать, доказать, что вот эти два документа, о которых я говорил, то есть, правила благоустройства, правила землепользования и застройки, они живые. И вот сегодня там был такой наглядный пример, то есть, это вот… Начнем, наверное, с правил благоустройства, да, то есть, вам, наверное, проще вот как по порядку они в повестке сессии шли. Вот изменение правила благоустройства, сразу вот, что там, самокаты, да, наверное, сразу помнились? Ну, правила благоустройства, да, правильно сказано, что документ, в который можно вносить изменений, в который вносится изменение в связи с изменением законодательства, с определенными моментами, которые возникают вообще в процессе работы и по ходу просто невозможно все предусмотреть и все описать так, чтобы это избыточно было. Поэтому возникают, конечно, в процессе работы и у самих специалистов, и у людей, которые работают с этими документами, у граждан какие-то вопросы, которые разбираются в рабочем порядке, и если они действительно заслуживают внимания и обоснованные, то готовится редакция для внесения изменений в правила благоустройства. Эта редакция, которая выносилась на декабрьскую сессию, она связана была, внесение изменений по двум моментам, можно сказать, по трём, да, наверное, нет, по двум. Всё-таки основная тема, это было у нас изменение законодательства, которое внесло изменения на уровне правительства Российской Федерации в постановление о правилах безопасности дорожного движения, и вторая часть, это продолжается большая монотонная такая работа по определению прилегающих территорий. Поэтому первый блок текстовой части правил благоустройства, он был посвящен как раз приведению нашего документа правил благоустройства в соответствии с федеральным законодательством, а так как в данный документ правила безопасности дорожного движения внесли изменения в части такой наболевшей темы, это средства индивидуальной мобильности, то, конечно, мы должны были свои требования и свои формулировки отобразить так, как установлено в федеральном законодательстве, потому что это новое веяние, такие элементы движения. Вот здесь, Владимир, на такой момент, да, интересно, вот здесь просто даже, чтобы вы понимали, то есть проблема была очевидна, то есть жалоб много было, вот эти вот сводки ДТП и так далее, то есть участие самокаты, вот эти, то есть средства индивидуальной мобильности, так называемые, это вот как раз у нас и скутеры, там, что там, собственно говоря, да, то есть там список большой, вот эти вот движущиеся устройства, которые, на которых перемещались с какой-то там бешеной скоростью по улицам, то есть сбивали людей, там, то есть вот мы просто, когда делали программу, посвященную там, там у нас инспекторы ГИБДД рассказывали, вот приводили случаи, приводили примеры, то есть эта проблема назрела, ее нужно было как-то решать. Да, несколько раньше мы сами в наши правила благоустройства внесли определенные требования, чтобы уже данный вид движения и термин, сам средство индивидуальной мобильности, в принципе, из нашего понимания внесли в наши правила благоустройства, поэтому нашим термином это звучало электрическое средство передвижения, которое, в скобочках, мы раскрывали в нашем понятии, это были и самокаты, и скейт, какие-то... Там целый набор слов, которые так просто безсловия не измерили. Причем и велосипеды даже туда вносили, то есть у нас средство индивидуальной мобильности очень такое было большое, расплывчатое в нашем понимании. Сейчас это конкретизировали, и средство индивидуальной мобильности, сам термин электрическое, вообще фраза, слово электрическое, оно не звучит. Это средство индивидуальной мобильности, это транспортное средство определяется теперь. То есть на тот момент, кстати, оно не считалось... Вообще никак. То ли это пешеходный, то ли это... Самокаты не считались транспортным средством. Да, то есть здесь момент был то, что это такой метод пропа ошибок. То есть на самом деле, насколько я понимаю, и Абакан, и другие города. То есть мы же изучали по-другому. Мы тоже по аналогии брали, как в других городах. Все с этим столкнулись. Как бы должен быть раздел в правилах дорожного движения, связанный с ними. Но там как-то вот не было. Поэтому появился определенный четкий уже термин, что средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, которое предназначено для перемещения одного человека с использованием двигательной тяги такой. И, конечно, тоже они немножко расшифровывают это. И как раз различные скейты, электрические даже есть, самокаты. То есть здесь уже все придумано, теперь уже надо, что придумывать не надо. То есть таких даже, я не знаю, наверное, и не видела каких-то еще, которые в скобочках там есть, моноколеса. То есть большой перечень, но тем не менее там нет велосипедов. То есть уже в нашем понятии наша формулировка подлежала корректировке. Поэтому, конечно, нам пришлось нашу терминологию привести в соответствии с федеральным законодательством. Помимо всего, у нас из наших требований ушел скоростной режим, так как он определен на федеральном уровне. Мы для себя определяли, что на улицах города можно перемещаться на таких устройствах не более чем 25 км в час. А в парковых зонах и в рекреационных зонах не более, по-моему, у нас 15 км было в час. И вообще ограничивали территорию Парка Победы и Парк Орленок. Парк Победы у нас считается таким мемориальным, строгим парком. А детский парк Орленок, там, конечно, очень много маленьких ребятишек. Поэтому в наших правилах благоустройства было ограничение на перемещение вот в этих двух парках. Сейчас в правилах безопасности дорожного движения ввели более широкие требования к движению средств индивидуальной мобильности. Там очень подробно расписано, в каком возрасте, до 14 лет, как ты можешь двигаться после 14 лет, когда ты можешь по пешеходной дорожке двигаться, когда ты можешь по проезжей части двигаться, и какими средствами и элементами должно быть оборудовано твое средство индивидуальной мобильности, если ты двигаешься по проезжей части или по обочине. Это должны и тормозные быть, и сигнальные огни, и звонящие устройства. То есть там определенный перечень и требования, когда можно по пешеходной дорожке ехать, и кому можно по пешеходной, если ты сопровождаешь, например, ребенка старшим, но рядом с тобой едет ребенок на вот таком мобильном средстве, то ты можешь передвигаться рядом по пешеходной дорожке. И точно так же определенные требования, когда можно двигаться по обочине или по проезжей части, если нет специальной выделенной полосы или велозоны специальной. Поэтому вот первый блок внесения изменений в правила благоустройства был посвящен корректировке раздела средств индивидуальной мобильности. Данные требования у нас были в разделе, в нескольких разделах, были требования в общих разделах запретов, были требования к пунктам проката, в которых должны размещаться такие средства индивидуальной мобильности. Нестационарные, то есть это раздел у нас уже нестационарных объектов, помимо средств, пунктов проката у нас много там, и нестационарные торговые модули, и зрелищные передвижные сооружения. Поэтому в этой части тоже вносились изменения здесь с формулировками и требованиями. Ну, целая индустрия, насколько я понимаю, появление этих самокатов. То есть, я так понимаю, что и теперь размещение этих пунктов проката, то есть это тоже определенная услуга, наверное, то есть это размещение, предоставление земельного участка, то есть какая-то такая... Ну, земельный участок не предоставляется, предоставляется место в соответствии со схемой нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день мы пока обозначили 19 мест средств индивидуальной мобильности. Понятно, что они будут дополняться, естественно, потому что их востребованность большая на территории города, поэтому возникают новые виды услуг, и мы обязаны на них реагировать. У нас не было недавно передвижных различных торговых точек. Сейчас у нас и цветы в весенние праздники, очень много мест предусмотрено с схемой. Уже принимаются заявки на их размещение. Да, и уже быстрого питания, напитков, в основном напитков, кофе машины появились и очень тоже востребованы. Поэтому появляются новые виды услуг, и мы отображаем данные нестационарные объекты в нашей схеме, нестационарных торговых объектов, и на основании этой схемы могут заявляться за размещением таких объектов. И вторая часть правил благоустройства, это у нас… Да, с самокатом, если закончим. То есть, теперь это все описано, насколько я понимаю, в правилах дорожного движения, да? То есть, нам же в документе не обязательно все это кодировать? Не правила дорожного движения. Документ называется «О правилах безопасности дорожного движения». Это не правила дорожного движения. Это дополнительный документ. По постановлениям, он, в принципе, такой пожилой, но действующий документ. Там чуть ли не Совета министров он принимался, потом постановлением правительства актуализировался. Но, тем не менее, да, такие документы… То есть, я к тому, что нам не нужно копировать его положение, то есть, утяжелять наши быстрого объема документов. Просто достаточно сослаться на нормы вот такого-то, такого-то. Да, в преамбуле нашего решения есть, естественно, нормативные атрибутика на основании чего. Я за что переживаю всегда? Чтобы много читать не нужно. То есть, весь момент, в чём мы рассказываем о документах, да? А если, как там говорят, много букв читать тяжело? Ну, с одной стороны, тоже двоякий вопрос. С одной стороны, когда ты должен читать документ и потом где-то в другом документе что-то искать, это тоже, может, не очень удобно. Вот на компьютере удобно, там есть ссылка, ты открыл и сразу тебя перевели на нужный документ. А когда ты, например, на бумажном носителе читаешь, тогда, конечно, тебе нужно другой документ взять. Если бы это было в этом документе, то, может, и удобнее было. Но, тем не менее, если небольшой документ, ничего страшного. А если наше правило благоустройства достаточно объёмный и увесистый документ, и увеличивать его дублированием информации, которая есть в других источниках, наверное, нецелесообразно. Вот. И здесь, опять же, такой небольшой момент с формулировками связан. Тоже неспроста вот эти все формулировки достаточно подробные, обстоятельные. Потому что иногда ты начинаешь так словно зачитывать, когда ты говоришь, ну ты понагородил. Я говорю, не понагородил, здесь так написано. Почему, собственно говоря? Потому что вот, чтобы исключить это двоякое звучание, то есть конкретно. То есть, если написано, что нельзя, должно быть так. Собственно говоря, значит, надо словесно, да, писать в данном случае какие-то моменты. Переходим ко второму блоку. Ну, и второй блок, он у нас не первую уже сессию выносится. Это продолжение определения прилегающих территорий, которые тоже два года назад федеральное законодательство обязало органы местного самоуправления определить прилегающие территории в целях содержания их собственниками объектов недвижимости. Это у нас 16-й раздел. Да, это 16-й раздел, да. Пополняется он графическими материалами, которые мы выполняем на основе нашей топографической основы, которая у нас в департаменте есть. Но размещая в открытые публичные источники, конечно, там вид схем без основы, без подложки, потому что он напоминает схему на кадастровом плане территории. Там есть размеры, там есть наименование и адреса, но тем не менее подложку на публичной схеме мы не увидим. Ее можно прийти, ознакомиться в департаменте. Выполняются все прилегающие территории с учетом всех дорожек. Вот почему мы на топографической основе делаем. С учетом благоустройства выполненного. Поэтому работа достаточно медленно продвигается. Но тем не менее, практически через сессию у нас получается определенное количество кварталов выполнить. Сегодня мы представляли для утверждения часть третьего жилого района. И третий жилой район, самый центральный, он завершен. Теперь у нас по прилегающим территориям. И вносились изменения в схемы девятого жилого района. Вот это очень интересно. Это называется, как говорится, пробел, на который указали сами жители. Через депутаты, через старосты вышли с инициативой, что надо бы доработать. Да, потому что девятый жилой район, это у нас район усадебной застройки. Это так называемый, наверное, часть этого района поселок Энергетик. Это улицы Солнечные. Вот все, что между улицей Аскизской, рекой Абакан и от федеральной дороги Р-257 и на выезд. Вот это вот южная часть самая. Это как раз девятый жилой район. Один из последних проектируемых, застраиваемых. Последний, только десятый после него был уже севернее, чем улица Аскизская. И проектировался он с такой особенностью, что по тыльной стороне участков улицы, кварталы формировались таким образом, что фасадная линия выходила на улицу, а тыльная часть участков, она смыкалась. Ну, как бы, примыкала друг к другу. И вот по вот этой тыльной части были предусмотрены разрывы в три метра, так называемые скотопрогоны. Вполне понятно. То есть это вот как раз проектировали по типу... Часть города, которая 35 лет назад всего лишь состав города вошла, была в принципе деревней. То есть все держали коров. Поэтому по принципу сельского населенного пункта эта территория была спроектирована вот с такой... С возможностью через заднее крыльцо, как говорится, вывести на патбище своих животных. Но практика показывает, что у нас все-таки городской округ... Ну, что стал у городов. Да. Мест выпаса для животных в городе Абакани нету официальных, потому что, ну, по сути, у нас неоднократно всегда говорим, граница городской черты, она в принципе поджимается различными участками. У нас нету столько территорий свободной, чтобы мы могли это позиционировать как вот свободные территории для выпаса животных. Поэтому на территории города у нас нет такой территории. И если жители наши и содержат крупных домашний скот, то это в основном стойловое содержание предусматривается. Поэтому вот такие проходы тыльные, они, как правило, никем не использовались, зарастались с бурьяном. В большей части использовались же жителями, либо они продлевали свое ограждение, использовали это, оккультуривали, да, скажем, в своих хозяйственных целях. Либо это не использовалось как-то. И вот эти вот принципы разработки прилегающих территорий при разработке, конечно, мы не учли такой момент. И основной нашей целью было уборка и содержание фасадной части. Мы смотрели фасады, да, но вот они скотопыли, скотопыли, так называемые они созданы для того, чтобы с фасадов было все красиво, а вся хозяйственная часть, она, собственно, протекает там. То есть, как говорится, на задворках. Да. Задворки смыкаются вот там. Поэтому, когда утверждались прилегающие территории 9-го жилого района, в основном это были перед фасадами определенные по меже участки территории, которые, ну, в принципе, собственники и так убирают перед своими воротами, крыльцом, полисадником. Вот, но поступили обращения, что, собственно, на этой территории никто не пользуется, кроме этих же собственников. И целесообразно и логично тыльную сторону точно так же разделить, если она официально не оформлена кому-то из собственников, разделить пополам между, также по меже между собственниками этих домов. Поэтому, вот, данные изменения мы выбрали те кварталы, где такие имеются, скотопрогоны, и вносили изменения по 9-му жилому району. Ну, вот, по правилам благоустройства, это, наверное, вот те изменения, которые были на этой сессии. То есть, теперь вот этот пробел, который у нас по окраинам, то есть, вот эти скотопрогоны, да, такой сельскохозяйственного назначения, да, то есть, по-другому не скажешь. Вот, и центральная сеть города, теперь у нас все, в принципе, понятно. То есть, каждый собственник может, в принципе, узнать свой участок за то, что он, собственно говоря, отвечает. А вот у нас, Светлана Владимировна, есть такой раздел, да, участие граждан, в том числе финансовое, собственников, содержание прилегающей территории. Если вот сами прилегающие территории, это 16-й, а вот 15-й раздел, вот так или иначе не связано, да? Ну, конечно, это же как раз 15-й раздел, он предшествует и описывает, кто является тем лицом, который должен следить за вот этой прилегающей территорией. То есть, два таких примыкающих раздела, то есть, мы как раз это все затрагивали, так или иначе. То есть, здесь, в принципе, в 15-м разделе правил благоустройства рассказывается, кто, где, вернее, кто... Никакой вид работ должны осуществлять в летний период, это один вид работы, периодичность, в зимний период времени, это другой вид работы. Это, конечно, более усеченный объем работ, это не благоустройство этой территории, это ее содержание. Не нужно понимать, что ты должен там асфальтировать что-то, копать или пилить, или что-то такое. Там главное содержать в чистоте эту территорию, если нужно подмести или убрать какой-то налетевший мусор, или если есть желание, конечно, то тогда там можно какие-то посадки, да, например, сделать. Самые такие жаркие, самые острые вопросы, кто, где и как. Вот. Причем, самое интересное, сегодня на сессии такая интересная была циферка для меня просто по поводу урн про центральную часть города. Наш специалисты в управлении коммунального хозяйства и транспорта докладывали, там цифра такая прозвучала, на мой взгляд. По поводу урн центральной части города, вот как раз центральный район, то есть, это третий жилой район, вывозят ежедневно, по-моему, ежедневно, 12, ну, сутки, наверное, 12 кармазов мусоров, просто так страшно тебя. Ну, поздравляю Вашим Новым годом этого аппетита. Желаю, чтобы Бед Мороз в этом городе в будущем году поборол вирус эпидемии гриппа здоровья, ему и Вам тоже. Не болейте. Спасибо большое, Вы тоже не болеете. Спасибо. Вот, тоже цифра такая была интересная, 12 кармазов, то есть, ну, так, забавно. Так, это вот как раз то, что касается правил благоустройства, то есть, новая такая, новая порция, да, то есть. А как часто их приходится актуализировать? Ну, сейчас вот с правилами, с прилегающими территориями мы немножко чаще выходим, потому что здесь практически через сессию у нас получается достаточно много уже, да, жилых районов сделали. Сейчас в работе у нас шестой и седьмой жилой район, да. Да, но надо сказать, что есть разница во внесении изменений в правила благоустройства, смотря какие изменения мы вносим. Есть определенные требования законодательства. Если вносятся требования ограничивающие, то они вступают в силу два раза в год всего, 1 сентября и 1 марта. Причем до вступления в силу данных пунктов, которые включают какие-то дополнительные ограничения, должно пройти три месяца с момента, вот, как она утвердила, данная редакция утвердилась на сессии. То есть мы, да, мы принимаем, допустим, сегодня, да? То мы уже не успеваем на март, у нас январь-февраль и март три месяца. То есть следующие, если, да, ограничивающие какие-то моменты бы были в этой сессии, то они бы вступили в силу только 1 сентября. Здесь вот из этой редакции правил благоустройства у нас вступают в силу с определенного момента только те пункты, которые привязаны к федеральному законодательству по средствам индивидуальной мобильности. Потому что все, что внесли вот в это постановление о правилах дорожного движения, оно вступает в силу с 1 марта 2023 года. Ну, то у меня перейдили просто с этим моментом, но я так понял, что это прямое указание, ну, скажем так, привансил как федеральному законодательству. Ну, эти пункты у нас тоже вступают, но вот есть такие моменты, когда, например, вот недали мы, да, вспоминали, что у нас было ограничение не выкидывать мусор там с лоджии там или с балкона. А пришлось до вносить, что еще с лоджии там нельзя. И это дополнительное было, считалось, считается юридически, что это, которая вступит только вот в эту процедуру, пройдя, либо, ну, то есть оно уже, конечно, вступило в силу, но тем не менее, вот такие вводимые дополнительные ограничения, они могут выноситься на каждую сессию, но вступят в силу только вот два раза в год. Поэтому на нашей сессии у нас шло только приведение терминологии, в соответствии никаких дополнительных ограничений не было. По правилам прилегающих территорий мы дополняли только карты, а сами расстояния максимальные, они у нас были уже установлены ранее в 16 статье, поэтому у нас наше решение вступает в силу с момента публикования, за исключением тех пунктов, которые вот мы указали. Будут вступят в силу с 1 марта 2023 года. А вот поправку мы унесли, а текст, допустим, в тексте же тоже должно отражаться как-то, вот я не знаю, самая последняя версия, как ее, где ее прочитать, последнюю версию правил благоустройства, уже допустим, с поправками, там не знаю, ноябрьскими, там понятно, что декабрьские еще. На сайте как-то обновляется, да, это все? На сайте обновляется, и ну вот я хочу сказать, что сервисы, вот консультант, они очень тоже органично всегда все изменения вставляют в общий документ, даже, наверное, нам сложнее, потому что мы же готовим отдельное решение по внесению изменений, чтобы его вписать в общий документ, больше труда, затрат нужно сделать. В конце, в консультанте все очень удобно сделано, там буквально сразу проходит, конечно, минимум какой-то, пока приведут документ в соответствии, но тем не менее, там уже та редакция, которая с теми изменениями, которые, да, самая последняя, ссылочками на сессии, когда какие изменения вносились, поэтому, ну, так вот, ну и на сайте. То есть при желании в интернете можно найти, как бы, обладая определенными навыками, можно найти, как бы, вот самую последнюю версию, то есть системизм. Ну, надо сказать, что по прилегающим территориям, конечно, в большей части, наверное, жители, если что-то непонятно, обращаются к старостам, у нас очень много районов, которые имеют старост районов усадебной застройки, и поэтому здесь идет очень такой тесный контакт непосредственно со староста, если нужно, мы им направляем или, если что-то непонятно, прямо фрагменты с топографической основой, поэтому здесь, если у жителей есть какой-то вопрос, то лучше, наверное, к старости обратиться, ну, либо непосредственно в департамент. Я просто помню, как бы, очень тесно с ними работали, то есть они вам вопросы задавали, то есть какую-то встречу такую снимали, совещание, вот, и потом, как бы, вот, на практике я просто, по-моему, снимали рейд в Западном, как раз по содержанию прилегающих территорий, и, в общем-то, все достаточно, то есть, на месте прям, будем, как бы, объясняли, то есть, где нужно убирать, где чего, собственно говоря, и как, то есть, наглядно, да, то есть люди, как бы, когда владеют информацией. Так, Сына Владимировна, следующий блок, это у нас сегодня был следующий вопрос, о котором вы докладывали, это изменение правил землепользования и застройки, тоже достаточно масштабный документ, еще более большой, вот, там изменения. Опять же, наверное, да, сельскохозяйственные темы начнем. Правила землепользования и застройки, да, очень часто вносятся изменения, каждую сессию мы выходим с изменениями в правила землепользования и застройки, это показывает и доказывает, что землепользование очень живое и активная, активная такая субстанция, поэтому. Ну, и, собственно, документы бюджета и повезло, доказательные распространения. Да, земельных участков меняют свои приоритеты использования, выходят с предложениями изменить либо границы, либо назначение, виды разрешенного использования, поэтому это очень активный такой документ. На эту сессию у нас связаны были изменениями, опять же, с изменением законодательства. На федеральном уровне в закон о садоводческих и огородных хозяйствах внесли изменения и дали такую возможность выращивать на садовых участках кроликов и домашнюю птицу, разводить домашнюю птицу, поэтому, если это предусмотрено правилами землепользования и застройки, то есть прямо вот с такой формулировкой. Если у нас это есть в нашем документе, то, соответственно, можно. Да, поэтому, рассмотрев на комиссии по правилам землепольной застройки, мы действительно сочли, что такую возможность необходимо дать, позволить жителям выращивать для собственных нужд, не в коммерческих целях, а для собственных нужд. Поэтому есть классификатор видов разрешенного использования, который мы обязаны совмещать с нашими правилами землепольной застройки. В этом классификаторе мы нашли нужный код, зашифрованный, и во вспомогательные виды разрешенного использования правила землепольной застройки, как мы говорили, они включают в себя основной вид разрешенного использования, это тот вид, который собственник выбирает самостоятельно, это основное строение и здание, например, индивидуальный жилой дом, это основной вид разрешенного использования, территориальные зоны, G1, индивидуальная жилая застройка. И основной вид разрешенного использования у него, как правило, два, это жилой дом просто и жилой дом с объектом индивидуальной трудовой деятельности, потому что в территориальной зоне G1 индивидуальной жилой застройки возможно использование, кроме проживания, жилого здания, в качестве применения и использования индивидуальной трудовой деятельности, магазина, офиса, каких-то услуг медицинских, сервисных. Поэтому основной вид разрешенного использования, вспомогательный вид разрешенного использования, который может быть на данном участке, на данной территориальной зоне только в дополнение к основному, то есть если мы, например, вносим определенный код во вспомогательный вид разрешенного использования птицеводства для разведения птиц водоплавающих и обыкновенных для собственных нужд, то данный код не может использоваться как основной. То есть человек, приобретя земельный участок с назначением индивидуальная жилая застройка, не может построить на получастка курятник. То есть это будет уже расцениваться как ведение коммерческой деятельности, раз ничего больше нету. Поэтому вспомогательные виды разрешенного использования, они только в дополнение к основному и только когда есть уже основной вид разрешенного использования. То есть, насколько я понимаю, корочатник или тот же самый птичник, они должны быть определенного размера, то есть не больше чего-то там или нет? У нас ограничена общая площадь застройки. То есть, так как вспомогательное, это к основному виду разрешенного использования идет, поэтому общая площадь застройки определяется не более… Да, не более 50%, но так как индивидуальный жилой дом уже определенный объем занимает, естественно, для вспомогательных построек остается не такой большой процент. И действительно, это те помещения, которые необходимы для содержания птицы или вот теперь возможность содержания кроликов, именно кроликов. Поэтому вносили два кода во вспомогательные виды разрешенного использования для ведения кролиководства и для разведения домашней птицы. Все в целях только индивидуального потребления или душевной радости, кому как больше нравится, не для коммерческого использования. Ну и, соответственно, как бы у нас эти коды появились во всех предельных параметрах в проценте застройки. То есть, теперь дачникам на вполне законных основаниях можно обзаводиться… Куричками, гусями… Да, 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 чердуша пожелает. Либо символ наступающего Нового года кролик. Ну это как бы такая прям интересная была поправка. То есть, а вступает она в силу, в отличие от правил благоустройства, с момента публикации, да? Да, в принципе, вот сегодня сессия состоялась, принято решение, то есть, проект решения публикуется и, в принципе, уже все. То есть, публикуется, ну, понятно, все, то есть, уже совсем скоро. Так, Стана Владимировна, там еще были такие замечательные, интересные поправки, которые вот прям… Это, наверное, касается уже, наверное, уже самого развития города, да? Наверное, вот по поводу землепользования и застройки. То есть, вот то, что… По текстовой части или по графической… Ну, видимо, да, то есть, вот схема, которую обычно показываете депутатам. Ну, это вот уже графические материалы, которые у нас вносятся в правила землепольной застройки. Есть текстовая часть, есть много схем, много карт. Помимо просто карт зонирования, где вот мы обозначаем наши территориальные зоны, различные карты зон с особыми условиями использования территорий. Но в большей части, конечно, вносятся изменения просто в карты градостроительного зонирования. Там, Тоня, обычно, вот просто, если кто не видел, просто я как бы поясню. То есть, там в двух вариантах, то есть, было, стало. Да, то есть, цветовым решением просто показано, обозначено, какая была территориальная зона в границах каких-то участков и какой она теперь становится. Как правило, больше у нас проходило это по развитию города, потому что застройщики выкупают усадебные жилые дома. У нас, как бы все уже, конечно, знают, что очень ограниченная территория. И поэтому перспектива строительства многоквартирного жилья в городе Абакане это реконструкция тех кварталов, которые занимают усадебную застройку в центральной части города. Поэтому те зоны в центральной части города, где генпланом предусмотрена многоэтажная застройка, они у нас находятся в территориальной зоне G1B. Это зона перспективной застройки. Это маячок для жителей, маячок для застройщиков, которые уже выбирают, уже смотрят. Ну, здесь видите, какой момент, что, конечно, если посмотреть на генплан, у нас полгорода под многоэтажную застройку. Полностью, если грубо так представить себе карту нашего города, которую вы по горизонтали делите, железная дорога, то северная часть от железной дороги в сторону аэропорта – это всё перспектива многоэтажной застройки. С южной части – это законные территории индивидуальной жилой застройки. И в ближайшее время изменения по генплану в этой части не планируются. Поэтому, конечно, основной упор и основной интерес застройщиков – это вот в северной части, в основной в центральной части города. И там, где осуществляются какие-то, ведутся какие-то социальные проекты, либо транспортная инфраструктура развивается, либо социальная строится, или школы, или детские сады, или дороги какие-то проектируются, или реконструкция ведётся. Поэтому сразу, когда ведётся, например, реконструкция какой-то улицы, она же не просто обновляется, асфальтовое покрытие. При проектировании рассматриваются сразу возможности замены инженерных коммуникаций, потому что достаточно старые есть в определённых частях города сами материалы, из которых ранее выполнялись магистральные водоводы, канализационные коллекторы. Поэтому, когда рассматривается реконструкция какая-то мощная улицы, городского, районного значения, то мы пытаемся синхронизировать все работы, чтобы сначала заменить инженерные коммуникации, как у нас получилось с улицей Кирова. Почему, может быть, народ наш отчасти какие-то неудобства испытывал этим летом, что очень долго улица Кирова от улицы Вяткина в сторону Тараса Шевченко находится в таком необустроенном виде, потому что действительно... Да и Тараса Шевченко тоже самое. Тарас Шевченко, нет, или Жукова. Жукова, Жукова. А до этого торгово. Вот. Поэтому сначала заходят сети, причём они заходят тоже один за другим, и в РАС работать и тепловым сетям, и водоканалам невозможно, разное залегание сетей. Поэтому кажется очень долго, и мы непосредственно с асфальтом уже выходим чуть ли не в сентябрь, потому что мы ждём, когда все вот эти коммуникации будут заменены. Поэтому, конечно, застройщики концентрируются вокруг вот таких активных точек социальной и транспортной инфраструктуры, потому что уже обновляются и сети, и немаловажные объекты социального обеспечения делаются, и приобретают, ведут диалоги с жителями именно вокруг вот таких территорий, хотя вся территория города, она обозначена под перспективную застройку, и это не значит, что если она обозначена, то завтра к вам придут. Такая может быть, конечно, вероятность, но в основном, конечно, всё равно прослеживается то направление, где активно ведётся строительство, потому что вот ближе к Тарасу Шевченко, ну, в той части пока ещё не очень активно, да, вот работают. Может быть, как раз вот проведут реконструкцию инженерных коммуникаций, которые там планируются и по Тарасу Шевченко, и по улице Крылова. Да, здесь как бы ещё коммуникация инженерная очень сильно сдерживает. Да, мощности ограничены. То есть не всегда можно как бы этот момент потому что сейчас в планах, конечно, у нас там мощнейшая реконструкция канализационных станций, потому что действительно они сдерживают рост определённых районов. Поэтому на данной сессии у нас вот рассматривались такие вопросы, когда застройщики вот находят такие участки, приобретают несколько индивидуальных жилых домов, застройщик не может купить один дом и на нём построить свой многоквартирный дом. Есть определённые требования, определённая площадь, какую он должен выкупить. Есть такой документ, проект межевания территории, который определяет вот ту территорию, которую нужно выкупить для застройки многоквартирной жилья. И уже выходит с предложением о изменении территориальной зоны вот этой перспективной застройки на многоэтажное строительство. Поэтому вот такие у нас были на этой сессии вопросы, когда застройщики... Ну тут районы, где вот фактически многоэтажки, ну так образно говоря, уже съедают, уже частный сектор доедает последнюю кусочки. Ну да, это центральная часть. Я так понимаю, просто я так сразу картинку перед глазами вспомнил, когда начинали строить детский сад Филипок, если не ошибаюсь. То есть мы когда туда приехали, то есть улочка частного сектора, то есть частный сектор какой-то страшненький. То есть тут вот еще более-менее что-то как-то вот понятно. Вдоль Кирова, да, прикрыто. Да, дома новые стоят. А теперь просто вот там этого сектора частного уже практически нет. Да, там остался один вот небольшой совершенно участок. По сути дела, вот кварталы изнутри просто весь так задушили сейчас. Ну сейчас точно так же вот между Чертыгашево и Кирова тоже очень активно вот эти кварталы Некрасова, между Ленинского, Комсомола тоже вот так вот прямо кольцо там сжимается. Вот именно благодаря вашим поправкам вот эти моменты и, собственно говоря, для себя как-то и фиксируем, потому что ну как бы вот либо застройщики уже по факту, ну как бы ставят у вас в известность, что вы купленные, то есть там уже начнется строительство, либо просто уже ставят, может быть, чуть-чуть заранее ставят в известность. Вот, то есть, да, интересно как бы вот именно по этим поправкам, которые вы носите, как просматривается развитие города. То есть, да, вот оно. Ну, надо сказать, что тоже большим блоком на этой сессии было изменение зонирования в районе, так называемого нашего района Полярный, потому что он всегда ассоциировался вот это вот северный такой кусочек между дренажным каналом, между Жуково, Крылово, вот такой вот через дорогу от Жуково, от многоквартирного кусочка усадебной застройки. Но когда разрабатывали генеральный план города, разработчики тоже ставили вопрос. Во-первых, как бы необходимо поддерживать численность населения, раз мы хотим тенденцию развития нашего города, и необходимые площади жилые должны быть. И, собственно, как бы нецелесообразно сочли оставлять вот этот участок перспективной усадебной застройкой, когда и слева многоэтажные, и справа, и с южной стороны многоэтажные. И, собственно, как бы и северная подстанция, и есть мощности электроснабжения, она как бы единственная, наверное, которая у нас обладает еще большими мощностями по энергопотреблению. Поэтому на этой сессии мы данный участок вывели из территориальной зоны Ж1 в зону Ж1Б перспективной жилой застройки. Это, конечно, те ограничения, которые в этой зоне будут, они коснутся уже далее, когда будут жители, например, принимать решения или инвесторы. Те объекты с определенной этажностью, с определенными помещениями, которые уже имеют регистрацию, зарегистрированы, сложились как объект недвижимости, они продолжают существовать. И, мало того, любой собственник участка такого индивидуальной жилой застройки, он продолжает жить и может реконструировать, и даже строить новый дом. То есть, как в зоне Ж1Б, как был основной вид, индивидуальная жилая застройка, помимо многоквартирной теперь, так и остается. То есть, в зоне Ж1 только у нас индивидуальная жилая застройка, основной вид, а в зоне Ж1Б еще многоквартирная застройка. Поэтому, конечно, данное изменение зонирования – это на перспективу. И надо сказать, что все равно здесь идет диалог жителей. Застройщик, он не сможет реализовать свой проект, свое намерение, если они на обоюдной добровольной основе не договорятся с жителями. Поэтому, может быть, был такой вопрос, насколько жителям… Как раз сегодня на сессии, я из депутатов у Вас уточнял, да, то есть не вводят, не накладывают ли какие-то ограничения на жителей. То есть, если житель категорически не хочет выезжать из дома или менять место своего проживания, то, конечно, насильно никто не сковорнет. Да, есть такие примеры, да. Рядом с многоквартирами, прежде чем, какие-то домики стоят. Ну, есть такие, да, варианты. Просто мы как бы с оператором поднимались на площадку. Вот там дом такой, как раз один из тех, кто построил МЖФ. Опять же, да, вот, то есть, такой прям толчок вот этому развитию, да, вот этот большой дом рядом с Умкой, да, где там стояли сначала два деревянного барака, да. Крылова жукова, да, пересечен. Частный сектор немножко там подвинулся вот рядом со школой, да. Это была, кстати, первая площадка развития состроенной территории. Да, поднимаешься на один из этих домов, который как раз открывается туда, на север. Я просто обратил внимание, вот как он теперь смотрится, вот, ну, немножко нелепо как-то уже так, это он таким, прошлым веком смотрится, этот кусочек частного сектора. Не такой уж и большой на самом деле. Просто вот видно уже там дрян, уже там строительство, уже там, и деловой центр, опять же, туда уже просматривается здесь. Очень быстро идёт время, и нам кажется, ну, например, вот сейчас, лет 10-15 назад ещё у нас, в центре стояли, и на, не знаю, на Кирово ещё домики стояли, и вот уже нет. Светлана Владимировна, давно ли Вы проектировали Арбан? Да, ну, поэтому, конечно, это может быть неблизкое, но, тем не менее, после того, как вот центральная часть уже освоится, тогда уже, наверное, застройщики пойдут на более такие периферийные территории. Ну, вот, кстати, Арбан, да, говоришь, движение теперь ещё от Арбана будет в сторону юга, в южном направлении частной секции. Потому что, как бы, теперь уже чётко понятно, что вот она дорога, вот она улица Кирово, которая в следующем году, то есть улица Арбан, улица генерала Тихонова, уже понятно всё, то есть уже всё здесь сложилось. Естественно, что это вот теперь эти участки, частный сектор, который примыкает, да, Да, ну, вокруг вот 22-й школы, вот тот, он уже пойдёт туда. Конечно, надо обращать внимание, вот, относительно правил землепользования застройки, и собственники сами должны иметь понимание, что не вся территория индивидуальной живой застройки попадёт под строительство многоквартирных домов. Потому что есть разное мнение, есть жители, которые, наоборот, ждут, не дождутся, когда к ним придёт застройщик и более современное жильё получить. Кто-то, наоборот, ну, не спешит, да, изменить своё место проживания, просто проектируя и прогнозируя здесь многоэтажную жилую застройку, мы оставляем территории для социальных объектов, да, они тоже на индивидуальной жилой застройке. Но, тем не менее, эта территория не может быть приобретена быть застройщиком только в целях строительства детского сада или школы, или поликлинического учреждения. Я как-то обратил внимание, что где-то там, в глубине, наверное, ещё до сих пор есть участки, которые предназначены под социальные какие-то объекты. Просто в 9-м, 10-м там свободные участки, и, может быть, жители могут думать, что почему здесь пустырь, заросшее всё, да, именно в 9-м, 10-м жилом районе, там зарезервированы свободные территории, когда будет возможно финансирование, когда возможности будут. А вот в Центральных, 2-й, 3-й, 4-й жилой район, там те же самые площади, они зарезервированы, ну, так, грубо говоря, конечно, то есть там живут сейчас люди, но, тем не менее, они зарезервированы от выкупа для многоэтажной жилой застройки. А, в итоге. Да, ну, как, в смысле, никто не сможет там построить многоквартирный дом. Не то, что мы наложили печать или там чего-то закрепили. Нет, это сам документ, правило, это генплан, это правило землепользования застройки. И потом, следующий документ, это проект планировки, где как раз вот домики разрисованы. Если зонирование у нас просто площадные такие цветовые пятна с аббревиатурой вот этих территориальных зон, то проекты планировки, на сайте у нас выложены все проекты планировки. Там можно посмотреть, что на вашем земельном участке предполагается на перспективу. Это касается как раз вот жителей второго, третьего, четвертого жилых районов, которые вот на перспективу многоэтажной жилой застройки. И тогда можно уже сориентироваться, насколько все-таки вот, потому что и мы такого прогноза не можем дать, когда застройщик придет на эту территорию. Вот. Но, по крайней мере, сориентироваться. Это более близкая перспектива, если это МКД, либо социальный объект, это немножко все-таки, это более длительная процедура. Ну, ты сейчас просто смотрю, как бы по нашим, сверяю по нашим инвест-программам и так далее. Я так понимаю, что в районе центрального спорткомплекса Саян, да, то есть, возможно, после реконструкции улицы Кирова какое-то движение начнется в этом направлении. Ну, Светлана Владимировна, вопрос, пока у нас время еще остается, чтобы вот интересна была поправка, то есть, его как бы все так или иначе затронули. Расширение территории сонного отдыха, парка, территория отдыха, то есть, это с чем связано? Ну, связано с тем, что потребность в активном отдыхе, в развитии рекреационных территорий очень большая у нас. На территории города у жителей очень-очень активно используется и преображается в последнее время парк культуры и отдыха. И мы решили продолжить это направление, добавив территории к парку. Это территория между дренажным каналом и объездной дорогой. Она просто обозначена была как естественные ландшафты, никакой деятельности там не велось. Сейчас эту территорию мы перевели в территориальную зону Р-1 рекреации. Данный земельный участок будет сформирован единым для парка культуры и отдыха. И в этой части также будет уже в этом году запланировано продолжение пешеходных дорожек и дальше развитие инфраструктуры. Большая площадь? Достаточно большая площадь. На этой площади мы будем увеличивать водоемчик. Там есть внутренний такой естественно сложившийся водоем. Его будем расширять. Возможно какую-то даже впоследствии искусственную пляжную зону делать. Не на дренажном канале, а вот на этом созданном искусственном водном объекте. По площади не скажу сейчас, наверное, но достаточно протяженная. Она практически туда уходит до улицы Крылова. То есть самую северную часть. Да, чуть не доходя до водоканала. Да, там небольшой тоже участок, где осваивалась индивидуальная жилая застройка. Застройщик Бугаева была. Осваивала эту территорию небольшую. И вот практически до улицы Крылова туда продолжаться будет парковая зона. То есть тут интересно-то как, да, то есть раньше казалось, это у нас такая безразмерная, да, то есть безразмерный парк культуры отдыха, зона отдыха, как очень иногда еще называют. Вот казалось безразмерно, да, вот как взялись плотно за освоение, то есть развитие и так далее. Показалось тесно. Очень много народа там отдыхает. В принципе, не сказать, что там за счет чего-то расширяем. Это просто была территория, там, ну, собственно говоря, там, зароски, образно говоря, да, которую мы просто переводим в режим рекреации, и, соответственно, это дает нам право считать это парком и заниматься как парком. Да, вкладывать средства и действительно облагораживать эту территорию, потому что, собственно, и в этой-то части парка культуры отдыха тоже достаточно было мест непроходимых и непролазных, когда это все прочистили, да, приводится и становится. Слава Владимировна, еще один момент. Вот буквально у нас три минутки остается. Факот. Вот тоже такой интересный момент. Здесь, опять же, вот здесь нужна такая ремарочка. Лучше помните уже все. На самом деле ремарочка, что это прям не значит, что вот сегодня приняли поправку депутаты, да, то есть завтра уже начнется строительство. Нет, это вот, по-моему, на 24-й год, это концепция развития плоскостных сооружений. Да, это смена зонирования была территорией рядом с 11-й школой. Это квартальчик улицы Советская-Некрасова, и вот на тыльной части 11-й школы территория не разграничена, она не относится ни к чьей собственности, ну, то есть к неразграниченной муниципальной собственности относится. На ней сейчас стоят металлические гаражи. Сколько хороших проектов начиналось именно с этой фразы. Там стоят металлические гаражи. Но в этом году очень успешно был реализован федеральный проект по линии спортнорм жизни по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории гимназии по Комарова. И есть вероятность, что подобные проекты будут как-то последовательно, они распределяются на Министерство спорта Республики Хакасия. Конечно, это не только на Абакана и на район, но и на город Абакан будут поступать такие тоже проекты. И мы уже для себя запланировали, что следующий такой, когда к нам поступит комплекс, определились с площадкой 11-й школы. И чтобы вот такой мощный, хороший комплекс туда вошел, нужно будет немножко изменить границы школы. И чтобы уже потом не тратить время на изменения зонирования, мы сейчас немножко заранее здесь предусмотрели такую возможность изменения границы школы. Я помню, когда на одном из выездных совещаний как раз задавали вопрос Алексея Викторовича о главе города по поводу того, почему факульт именно здесь. Вот выяснилось, что таких площадок, таких участков у нас на самом деле в городе-то и немного. Поэтому вот та площадка, которая была возле гимназии, то есть это в принципе как бы оптимальный вариант. То есть это и школьный стадион, опять же, да, то есть и комплекс для жителей города. Да, то есть как бы вот открыто. То, что он работает двояко, в вечернее время он полностью открыт для использования жителей. Соответственно, все это получилось вот так вот, что вот оборудование там появилось и так далее. То есть теперь как бы вот на будущее, как говорится, удача улыбается подготовленным. То есть если чего-то у нас площадка такая в принципе есть. Ну вот, да, вот все-таки вот казалось бы, да, изменения в правилах землепользования, застройки, там чего-то там, чего-то там читается долго. Как бы вот, а на самом-то деле сколько интересных моментов, сколько нюансов, да, то есть вот если внимательно вчитаться, посмотреть. Ну вот, правда уже время вот истекает, я думаю, что вот на этом мы будем заканчивать. Вот, документы интересные, живые, то есть много любопытных вещей можете для себя найти. Светлана Владимировна Крылова, главный архитектор Абакана. Спасибо, Светлана Владимировна, что вы брали время, вот такая предновогодняя неделя, вот так вот пред-пред. Вот, с наступающим вас Новым годом, Светлана Владимировна у нас.